Пять контейнеров на несколько многоквартирных и частных домов. Жители 5-й санаторной улицы уже третий год пытаются в буквальном смысле выбраться из мусора. В этом дворе в непозволительной близости от домов установлена контейнерная площадка. И отходы сюда несут практически со всей округи. Сколько эти пять штук помоек могут вмещать мусора из пяти огромных многоэтажных домов? Летом невыносимо мухи летают, вороны разносят мусор, контейнеры все не закрыты, мыши ходят табунами. Навесу контейнерной площадки нет, поэтому мусор быстро разлетается по территории. Два вывоза в день не помогают. Марина Шарова показывает свой огород. Сколько бы ни убиралось, бесполезно. Жить в грязи уже просто нет сил. Субботники не приносят никаких результатов. Жители показывают огромную кипу бумаг. Это переписка с администрацией и управляющей компанией с 2014 года. За это время никаких кардинальных изменений. Из администрации приезжали, фотографировали. Перед их приездом было все убрано. Перед тем, как приехать из администрации людям, порядок был наведен. Но это хватает буквально. Хорошо, если дня на два, на три, и все повторяется заново. От контейнеров до дома нет положенных по Санпину 25 метров. Идеальным вариантом, по мнению жителей, было бы перенести площадку в центр, как раз между многоквартирными домами, чтобы все были в равных условиях и на равном расстоянии от мусора. В администрации города у нас очень много ответов, что действительно они установлены с нарушением санитарных норм. И предложили компании «Диалог» разобраться с этим и переместить. Но с 2015 года ничто не изменилось. Но компания «Диалог» как бы сказала, что жители против. Жители собрали необходимое для переноса площадки число подписей. Дозвониться управляющей организации, чтобы прияснить ситуацию, нам не удалось. Два номера совершенно недоступны. На линии постоянные короткие гудки. Третий – экстренный и вовсе автоответчик. Наша съемочная группа решила отправиться в управляющую организацию лично. Однако визит не увенчался успехом. Двери закрыты в приемные часы ни дни директора, ни менеджеров. Я подозреваю, что может быть директор управления компании «Диалог» может находиться где-то в администрации или может быть в жилой инспекции по каким-то делам. Ну, просто напишу, что с этого времени они должны находиться здесь, а не один кондитер. Не знаю, менеджеры, скорее всего, где-то может быть на фонде, с жителями работают. Не могу сказать. Если журналистам нет зазвониться и не достучаться до компании, что уж говорить о жителях. В администрации насчет переноса предполагают. Вероятнее всего, «Диалог» обсуждал вопрос не со всеми жителями. Отсюда и результат. Собственникам очень трудно договориться, поставить лавочку или не поставить у подъезда и так далее. Все-таки для того, чтобы принять решение о переносе, поскольку пользуются данные контейнерной площадки и весь дом, целесообразно принять решение общим собранием о переносе. И тогда управляющая компания обязана исполнить решение собственников по переносу. Как выяснилось, заставить управляшку работать администрация не может. Нет полномочий. Сотрудники мэрии имеют право только давать рекомендации, к которому, увы, коммунальщики далеко не всегда прислушиваются. Полномочия администрации города Иваново по составлению административных протоколов за нарушение санитарного состояния и контейнерных площадок. В настоящий момент эти полномочия у нас отобраны. Внесены изменения в областной закон 11 УЗ об административных правонарушениях. Соответственно, наказывать за это мы не можем. Это зона ответственности Роспотребнадзора. Но администрация от этого вопроса не устраняется. В ближайшее время сотрудники администрации планируют несколько рейдов и постараются внести в свой маршрут и пятую санаторную. Теперь в планах жителей обратиться в Роспотребнадзор остается надеяться, что в кипе переписок их очередное письмо будет последним и, самое главное, решающим.